Здравствуйте, уважаемые товарищи! Начинаем наше семинарское занятие. Политический спектр и классовая борьба в современной России. У кого-нибудь есть в аудитории сомнения, что у нас в России сейчас классовое общество? Нет. Нет таких, да? Я хотел уже попросить выйти из аудитории. Это шутка. Итак, да, мы все согласны, что общество классовое. Соответственно, что такое классы? Кто-нибудь может дать определение класса? Ну, хотя бы общий штраф. Да, пожалуйста. Группа людей, которые именны по принципу общностей экономических интересов. Ну, хорошо. Насколько большая группа? То есть, ну, вот вы даете определение. Это ваше собственное определение. Оно подходит достаточно широкому спектру групп. Ну, например, три человека, если собрались и хотят ограбить банк. У них единый экономический интерес. Это будет классом или нет? Можно? Да, пожалуйста. Группа людей, которые находятся в различных отношениях по отношению к средствам производства. У кого-то есть, у кого-то нет. У меня автомат, у него нож. Ну, это ближе уже. Да. Ну, не совсем автомат. Нож, конечно, средствами производства не являются. Но это, прежде всего, большие группы людей. То есть, это группы людей, сопоставимые с размерами общества. Раз. Второе. Это группы людей, которые отличаются по положению в исторически сложившейся системе общественного производства. Это два. Отличаются они чем по отношению к средствам производства. Да. То есть, являются они собственными средствами производства или не являются. И, соответственно, по участию в управлении производством и в той мере общественного продукта, который они получают в результате общественного производства. то есть, классовое общество – это общество, в котором одни могут присваивать труд других людей. Вот таким образом, да? Значит, что происходит в результате деления классов, вернее, общества на классы? Что происходит между классами? Эксплуатация одного класса. Ну, эксплуатация. А, так сказать, эксплуатированный класс согласен с тем, чтобы его эксплуатировали или нет? Если он осознает себя как класс, то нет. То есть, если он не осознает, то он дает себя эксплуатировать и он… Он этого даже не понимает. Хорошо. Ну, он против эксплуатации, но не как класс, а как конкретный работник, условно говоря, он против эксплуатации, но не как вот именно класс. Так, а если взять рабовладение, там же, ну, рабы были не против того, чтобы их эксплуатировали, их эксплуатировали, а против этого сказать не могли. Это вопрос дискуссионный. Рады они были или не рады? Давайте, давайте нет. У нас дискуссия, я задаю вопрос, кто-то отвечает. Хорошо, да? Между собой в дискуссию пока не вступаем. Значит, соответственно, поскольку интересы разные, у класса эксплуататоров какой интерес? Ну, получить как можно больше бесплатного продукта, правильно? У класса эксплуатированных наоборот. Поскольку класс эксплуатированных, сейчас мы не берем какую-то конкретную информацию, поскольку он является непосредственным производителем, да, соответственно, в его интересах оставить как можно большую часть произведенного продукта себе. Или вообще все оставить, правильно? То есть, явно интересы вот этих двух классов входят в противоречие. Соответственно, что происходит? Начинается, как я уже слышал, начинается классовая борьба. То есть, в классовом обществе неизбежно идет классовая борьба. Независимо от того, осознают классы свои интересы или не осознают, классовая борьба все равно идет. Она может идти в различных формах. Какие формы классовой борьбы, не знаете? За поставки. Экономические, политические. Ну, это правильно. И в какой сфере? В какой сфере? Ну, это вы уже перечисляете способы. Идеологическая. В идеологической сфере. Да, совершенно. Идеологическая, экономическая и идеологическая, политическая борьба. Если говорить о классовой борьбе в узком смысле, то когда мы можем говорить о ней? Когда весь класс поднимается на борьбу. С одной стороны, она идет постоянно и она является по Марксу двигателем истории. Вспомните то, что Александр Сергеевич рассказал. Что вся предыдущая история была борьбой класса. С другой стороны, отдельные проявления классовой борьбы они положение сил не меняют. Ну, от отдельных выступлений. Уж я не говорю о индивидуальном каком-то протесте. Ну, рабочие скажут. Согласен. Я хочу сократить себе рабочий день, буду работать два часа. И уйдет с работы. В чем это закончится? Воленем за одну. Ну, правильно. За прогул. Не за одну. Воленем за прогул. Совершенно верно. То есть, в индивидуальном порядке, значит, индивидуальный протест никакой силы не имеет. Соответственно. Да? Ну, хорошо. Если рабочие коллективно решат на каком предприятии, что они будут работать 4-5-6 часов в день. Это будет уже классовая борьба? Будет. Ну, в какой-то мере, да. В какой-то мере, да. Значит, они выдвинут свои требования. Значит, это требование, ну, естественно, оно будет отвергнуто, скорее всего, собственникам и представителям собственника, значит. Что нужно будет делать в этом случае? Надо будет вести борьбу, да, за свое требование. Ну, можно вести, вернее, скажем так, мы рекомендуем на данном этапе вести ее в рамках действующего трудового законодательства, то есть, начинается процедура коллективного трудового спора, и в результате прохождения ряда, так сказать, стадий этого спора, ряда процедур можно прийти к забастовке. Ну, и, собственно говоря, во время забастовки сократить себе рабочие дни, потому что забастовка – это полное или частичное прекращение работы со стороны работника. Соответственно, если рабочие стали в результате забастовки, вот они приняли форму, допустим, форма забастовки работают шесть часов, два часа они не работают. То есть, они сократили, но достигли они, так сказать, коренного изменения своего положения? Нет. Нет. Значит, в каком случае на данном предприятии будет изменение положения работника? Если, допустим, в результате этой забастовки работодатель, представитель собственника пойдет на уступки, да, и согласится сократить рабочие деньги, и это будет зафиксировано, допустим, в коллективном договоре или соглашении. Договорятся в итоге, что они будут работать по семь часов. То есть, на данном предприятии, так сказать, для данной группы работников рабочий день сократится, соответственно, что произойдет с той долей общественного продукта, который они дают собственникам. Уменьшится? Сократится. Она уменьшится, да, то есть степень их эксплуатации уменьшится объективно. Но это произойдет локально, да, локально на одном предприятии. В рамках класса это не изменит кардинальную ситуацию. И в рамках всеобщества не изменит. Ну, даст пример людям, что, да, можно бороться, так сказать. Уничтожает ли это полностью систему эксплуатации? Даже если удастся сократить до двух часов. Нет. Нет. Почему это происходит? Из-за наличия прибавочной стоимости, которую забирают в группу капиталистов. А прибавочная стоимость откуда возникает? Она возникает из капиталистических отношений. Правильно? То есть, что есть собственники средств производства. Средства производства находятся в частной собственности, которые присваивают результаты труда. И есть наемные работники. Вот класс наемных работников – это рабочие собственники, соответственно, капиталисты. и между ними идет борьба. Мы видим сейчас явную эту борьбу, именно в политическом плане. Какова причина того, что сейчас мы не видим такой явной, обострённой классовой борьбы? Разродленность отдельных рабочих, не организованных классов. Ну и высокое, в принципе, положение среднего людей. Социальное страхование. Если сравнить даже условия дореволюции рабочих, там они работают по 14-16 часов в каких-то там бараках, солдатский образ жизни – все мы это знаем. Но с нынешней ситуацией особо как бы не сравнить. Причин на самом деле много. Ну хорошо, давайте разбираться. Положение. С одной стороны, вы говорите, что сейчас работают меньше. Но мы видим, что даже по официальной статистике, средняя продолжительность рабочего дня в России превышает 8 часов. Это официально, соответственно. Мы знаем, насколько широко распространены сверхурочные переработки, работа в выходные дни, праздничные и так далее. То есть, пытаясь повысить себе заработную плату в индивидуальном порядке, рабочие перерабатывают, соответственно, удлиняя свой рабочий день. И мы видим, что в реальности он составляет 10-12 часов как минимум. Я уже не говорю о том, что графики рабочего дня, которые, скажем так, да, то есть рабочей смены уже практически нигде в 8-часовых не осталось. Некоторые товарищи удаются 250 часов в месяц на работу. Да, совершенно верно. То есть, капиталисту даже не нужно принуждать специально к переработкам. Он делает низкую заработную плату. Причем не на своем индивидуальном предприятии. Да, существует договоренность. Мы знаем, что капиталисты объединены, несмотря на то, что они, так сказать, друг другу конкуренты. Но, тем не менее. Когда речь заходит об эксплуатации рабочих, они прекрасно между собой договариваются. Договариваются о том, что есть, так сказать, определенный уровень заработной платы, выше которого платить не будут. Если кто-то будет выше платить, ну, он будет иметь проблемы со своим бизнесом. В той или иной степени, да. Значит, соответственно, делая такую заработную плату, при которой рабочие, для того, чтобы заработать больше, идут, сами добровольно соглашаются на переработки. И, тем самым, удлиняют рабочий день. Поэтому, конечно, условия труда и производительность труда выросли по сравнению с началом прошлого века. Но, если мы возьмем степень эксплуатации, что с ней произошло за это время? Она уменьшилась или выросла? Выросла. Конечно. Вместе с производительностью труда, если сохраняется та же продолжительность рабочего времени, степень эксплуатации растет. Потому что рабочий производит меньше необходимого продукта, соответственно, да. А доля прибавочного продукта в его рабочем времени увеличивается. Соответственно, растет степень эксплуатации. То есть, казалось бы, больше стали отнимать на самом деле. То есть, это более несправедливое условие. Дальше, если мы возьмем, допустим, разницу в уровне жизни между рабочими и собственниками производства век назад и сейчас, что с ней произошло? Она стала меньше или стала больше? Стало больше? Больше, конечно. Богатство богатых выросло неизмеримо. Соответственно, да. То есть, эта пропасть, она постоянно увеличивается между имущими и неимущими классами, на самом деле. Но, справедливо было замечено, что поскольку средние условия, как бы, да, они сносные, то есть, ну, не берут за горло, что называется, да, не приходится там жить в неотапливаемых помещениях и так далее. Вроде как, все и не так уж плохо. То есть, люди знали и более худшее условие. Далее, ну и самое главное то, что прозвучало, конечно, это отсутствие осознания классовых интересов, отсутствие объединения в класс. Почему опять-таки это происходит? Что мешает? Отсутствие свободного времени. Ну это верно. Можно понять свободного времени забирать? Да, понятие свободного времени тоже можно разбирать. Ну понятно, что свободного времени, если человек больше тратит времени на работу, у него остается меньше свободного времени. не то это время, это, скажем так, это не рабочее время остается. Какая доля из этого времени свободная, времени не свободная, это еще вопрос, потому что связано это с тем, во-первых, насколько материально обеспечено это свободное время, потому что что такое свободное время? Время для свободного развития. Это не рабочее время, забыть там занятия для поддержания жизнедеятельности, готовка, упорка, все это как-то. Нет, правильно, ваш товарищ правильно заметил, что это время направлено на развитие, на собственное развитие, потому что если вычесть, скажем так, все время необходимое для жизнеобеспечения, это не значит, что оставшееся время будет потрачено с пользой, на развитие. Можно предаваться всяким порокам, например, не развиваться. Диван на лежание? Да, ну, диван на лежание. Сыграть сразу их. Да мало ли сейчас, вот телевизор включил и, так сказать, сидишь там, листаешь каналы. Если не телевизор, а в интернете тоже, пожалуйста, широкие возможности для развлекательного всякого контента, который не ведет к развитию. На это время, кстати, находится, в отличие от того, что изучить теорию марксизма. Ну, естественно, труд за затраты интеллектуальные значительно ниже при таком времяпровождении. Ну, это важный очень аспект. Но самое-то главное, что чего нет в руках у рабочего класса, какого инструмента, теория, в принципе, есть. Да, совершенно верно. То есть, партии рабочего класса, как наличного бытия, в настоящее время рабочего класса нет. А что людям просто есть, что терять? Людям всегда есть, что терять. Таких людей, которым есть, что терять, они, наверное, уже не живы только если. Вопрос не в том, что людям терять, а в том, что они приобретают. И то, что касается политических партий, мы как раз подходим к теме сегодняшнего нашего занятия и подходим, собственно говоря, к теории. Что такое политическая партия? Вот это был сегодня первый вопрос, заданный в рамках сегодняшнего практического занятия. То, чего не хватает сегодня рабочему классу России. Кто может ответить на вопрос? Можно свое определять, да? Ну, пожалуйста. Это авангард класса, руководящий классовой борьбой. Руководящий этим классом. Авангард класса уже не ваше, да? Это изобретение. Понятно. Совершенно верно. Не уверен, что это правильное определение. Ну, партия – это авангард класса. Это короткое определение. И, в принципе, оно в себя включает, ну, оно достаточно емкое, не всегда можно им ограничиться, но оно содержит в себе понятие. Почему? Во-первых, в этом определении отражена классовая природа партии. Что партия всегда защищает, отражает, выражает интересы определенного класса. И второе, что такое авангард. Авангард – это передовой отряд. То есть, это наиболее активная прослойка класса, которая действительно осознает интересы класса, выносит интересы в класс, отстаивает интересы класса. В полной мере, это определение характерно для какой партии? Ну, скажем так. Можно ограничиться. Рабочая партия. Для партии. Единая Россия. Интересно. Интересно. Значит, все-таки вот это определение Владимир Владимирович применял по отношению к партии коммунистической, то есть, к партии рабочего класса. Коммунистическая партия сейчас уже не коммунистическая. Коммунистическая партия есть партия, которая называется коммунистическая. Давайте будем говорить, партия рабочего класса и коммунистическая партия – это одно и то же. То есть, это синонима. Мы говорим не о названии, а говорим о сути. О сути. О завоевании политической власти и в дальнейшем к построению общества без класса. Когда мы говорим о партиях, какие еще бывают партии по классу? Буржуазные и мелкобуржуазные. Соответственно, когда мы говорим о буржуазных партиях, здесь в полной мере, наверное, в настоящий момент применять к ним понятие авангарда неправильно. Во-первых, буржуазных партий может быть несколько. Но это не самое плохое. Наверное, передовых отрядов тоже может быть несколько. Но сам по себе класс буржуазии каким является? Реакционный. Соответственно, самая активная часть класса, она, в общем-то, может быть далеко. Да и есть, собственно. Она не является передовой. Правильно? Она тянет свой класс и общество куда? Назад. Обратно. Ну, тем не менее, партия в любом случае является самой активной частью класса. Самой активной частью класса. И если мы будем давать развернутое определение, то как можно охарактеризовать партию? Инструмент в руках того или иного класса. Ну, инструмент звучит слишком механистично, да? То есть, как бы, ну, вот рука… А где борьба? Вот у вас есть рука, да? Рука – это ваш инструмент. В каком ты? В какой-то случае… Или это часть тела, да? Так же и партия. Не можете… Инструмент всё-таки что-то отдельное, да, он является продолжением руки, но он отделён. В данном случае партия не отделена. Что происходит, когда партия отрывается от своего класса? Вот как произошло, например, с поздней КПСНС. Она перестаёт выражать интересы своего класса, она перестаёт быть партией того класса, по которому она принадлежала. И начинают выражать чьи интересы? Буржуазии. Начинают выражать, совершенно верно, начинают выражать интересы противоположного класса. Это произошло в Советском Союзе, несмотря на то, что класса буржуазии в наличии не было, да? Ну, был класс международной буржуазии, иностранной буржуазии, там, в странах, в государствах, да? И не надо забывать, что классы исчезли, а люди-то, которые, собственно говоря, были в этих классах, да? Представляли часть этого класса, которые обслуживали интересы класса буржуазии, и люди остались. Поэтому, как только партия рабочего класса оторвалась от класса, это произошло не сразу, да? За несколько, так сказать, этапов. Изменила классу, особенно верхушка, если будем говорить о верхушке, да? Да, она превратилась, так сказать, в партию буржуазму, по сути дела, да? И начала осуществлять что? Вместо диктатуры. Диктатуры буржуазии. Диктатуры буржуазии, совершенно верно. Что в конечном итоге и привело к реставрации капитализма. Привело уже к реставрации капиталистических общественных отношений. Ну и, соответственно, и со всеми вытекающими последствиями, которые мы сейчас видим. И пожинаем плоды того, что произошло. Да, мы отвлеклись от вопроса об инструменте. То есть, нельзя сказать, что это инструмент. Это, прежде всего, определенная группа людей, да? Это группа единомышленников, потому что они объединены, естественно, объединены общей целью, идеологией. Да, они могут быть, ну, чаще всего, оформлены каким-то образом в виде устава, программы партий. Соответственно, которые выясняют интересы класса, научно выражают их, вносят интересы в класс, отстаивают и руководят класс в политической борьбе. А что такое классная? Что такое политическая борьба? Классовая борьба в политической сфере? Ну, есть определение, что такое политическая борьба. Политическая борьба – это борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Совершенно верно. То есть, целью любой партии является государственная власть. Почему буржуазных партий несколько может быть? Потому что интересы буржуазии как класса не направлены в какую-то одну сторону. Они… Ну, какой-то элемент в классе буржуазии может хотеть одного, а какой-то элемент – другого. Наверное, потому что буржуазные партии отражают положение буржуазии, которая находится все время в конкуренции. Ну, совершенно верно. То есть, внутри буржуазии они однородны, внутри нее есть определенные группы. Да? Они могут делиться в зависимости от основной сферы приложения капитала, допустим, да? Еще там промышленный капитал, банковский капитал. И в результате слияния банковского и промышленного капитала какой капитал формируется? Финансовый. Финансовый капитал, совершенно верно. Далее, эти группы могут также между собой конкурировать. Ну, и понятно, что при капитализме всегда происходит конкуренция, которая заключается в том, что более сильный, так сказать, в экономическом плане поглощает или уничтожает своих конкурентов в борьбе за прибыль. Соответственно, в политической сфере происходит то же самое. Ну, где-то формируется большее количество партий, где-то меньшее, где-то две двухпартийные системы формируются, допустим, как в Соединенных Штатах Америки. Ну, там исторически еще сложилось, да, так сказать, север-юг и, соответственно, разная экономическая основа. Соответственно, есть страны, где существует множество партий, множество буржуазных партий, но все равно среди них выделяется какое-то количество более крупных партий, которые могут либо единолично, так сказать, осуществлять государственную власть, либо вступив в коалицию с какими-то другими партиями. И мы еще не сказали о том, что есть еще один класс, соответственно, и есть партия этого класса. Религиозный? Нет, нет, класс крестьянства. Крестьянство – это какой класс, какого общества, при каком строе. Да, совершенно верно. Крестьянство – это класс феодального общества. То есть мы говорим о том, что, да, ну, продолжаем называть крестьянами, скажем, работников сельского хозяйства крестьянами, на самом деле они не являются крестьянами. То есть это либо это мелкие собственники, да, совершенно мелкие собственники, мелкие буржуа, собственники средств производства, либо это наемные работники, то есть пролетарии сельскохозяйственные, либо это крупные собственники средств производства, как их называли у нас? Кулаками на Руси, да. Совершенно верно. Мужчина с кулаками не называют, хотя в глаза, по крайней мере. Хотя, например, я с одним товарищем таким общался в Ланецкой губернии в Карелии, который контролировал сбор ягод, грибов на этой территории. У него было такое прозвище «Удав», например. Узвали «Удав». Не кулак, конечно, но тоже характерно. Что делает «Удав» со своими жертвами? Ну, примерно, так сказать, он так и показывал, что я вот так их себе держу. А приезжайте, накормлю, там все такое. Значит, соответственно, мы выяснили, что есть еще класс мелкой буржуазии. К нему относятся не только крестьяне, а кто еще относится? Индивидуальные предприниматели, самозанятые, так называемые. Какие бизнесы? Мелкий бизнес. Критерий какой для мелкого буржуа? Работает само себя. Ну, что он, да, что более половины дохода, там, 51%, он получает от собственного труда. Если меньше, соответственно, да, то уже можно считать его буржуа. Хотя он еще мелкий буржуа, но уже настоящий. Эксплуатирует по-зрослому. Кто такое долгопределение? Где он? Где он? Это Ленин, по-моему, описывал. Мелкий буржуйчик, он сейчас так. А Ленин такое определение? Значит, ну, определение встречается, конечно. Значит, зависит от доли труда, которую он вкладывает. В любом случае, мелкий буржуа владеет средствами производства, но если меньше половины дохода он получает от эксплуатации наимных работников, значит, он, соответственно, в класс буржуа не переходит. Ну, и, соответственно, есть партии мелкой буржуазии, которые отстаивают интересы как раз мелких собственников, да, мелких средств. Ну, вот у нас какая у нас партия, которая последовательно отстаивает интересы самозанятых, ну, по крайней мере, на словах. Потому что не КПРФ. КПРФ, конечно, в каждой, в каждом, в каждой букве у них там есть самозанятые, мелкий бизнес, конечно, поддержка мелкого бизнеса. Ну, получается, они более реакционные, чем крупная буржуазия? Да, нет. Дело в том, что мелкая буржуазия, нельзя назвать ее классом реакционным. Это же довольно аморфное такое образование, которое, скажем так, занимает промежуточное положение между наемными работниками и классом гуржуазии по тем признакам, которые мы перечислили. И, соответственно, в области политических предпочтений, в области идеологии у них такая же, так сказать, картина царит, как и в их экономическом положении. То есть они, с одной стороны, тяготеют к буржуазии, да, то есть нет такого мелкого буржуа, который не хотел бы стать крупным буржуам. Ну, выбивается, может быть, один из сотни выбивается, да, а большая часть скатывается в ряды наемных работников, соответственно. Но, с другой стороны, как работники, участвующие непосредственно в производительном труде, они, конечно, испытывают все тяготы эксплуатации, в том числе и со стороны крупной буржуазии. Потому что крупная буржуазия, естественно, забирает часть прибавочного продукта, так же и у буржуазии мел. Каким образом она это делает? Ну, например, сбивая цены на продукцию, да, понятно, что производительность труда в крупном производстве выше, соответственно, значит, трудозатраты меньше. А мелкий производитель вынужден продавать свою продукцию по сниженным ценам, даже может быть ниже стоимости в каких-то ситуациях. Значит, соответственно, и, например, КПРФ мы видим, что у нее постоянно метание. То есть, с одной стороны, вроде как, они за работников, да, выступают, за работников, наверное, труда, с другой стороны, выдвигают, ну, уже само по себе то, что партия выдвигает своего кандидата на пост главы буржуазного государства капиталистического, уже говорит о том, что она не может быть партией рабочего класса, да, с одной стороны. И, с другой стороны, показать, на кого она выдвигает. Она выдвигает ни рабочего, ни крестьянина, ни даже мелкого какого-то производителя, она выделяет крупного владельца средства производства. Хотя, вроде как, так сказать, говорится, что, да, там, все собственники в этом, это тоже одна из, так сказать, способов надуть работников. Все собственники, да, но почему-то одни собственники имеют ряд тайных счетов за, так сказать, за рубежом, да, а именно один, а остальные, ну, имеют, наверное, дыру в кармане, вошь на аркане. Вот таким образом. Значит, мы разобрали, по сути дела, с вами второй вопрос. Какие партии бывают? Мы разобрали основную классификацию партий, которая базируется на классовой принадлежности. Но это не единственная классификация, и в ответах слушателей, которые отвечали через интернет, эти классификации приводились. Кто-то может еще дать другую, привести какую-то классификацию. Ну, например, по идеологии, да, распространенная классификация, и чаще всего в буржуазных средствах, в буржуазных источниках приводятся именно эти классификации, да, потому что, ну, это как бы на виду, это то, что налицо. Потому что ни одна партия не напишет на своих знаменах, то, что мы партия крупный бурж России. Любая партия стремится представить себя как представитель всего народа, что она выражает, представляет интересы всего народа. Какие бывают? Зимнеральная, правый центр, консервативная. Зимнеральная, консервативная, зимнеральная, консервативная. Германия, зеленый. Зеленый, зеленый, зеленый. Религиозные партия, да, бывают? Зеленый, 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 зеленый. Совершенно верно. То отношению государственной власти, как партии делятся? Оппозиционные, правящие, правящие, оппозиционные, да, совершенно верно. Но оппозиция тоже бывает разная, как мы понимаем, да, как известного форизма, бывает оппозиция его величества, так, хорошо, значит, по способу, да, по способу функционирования, скажем, по организационной структуре какие партии бывают? Бывают центральные, теоретические. Ну, бывают партии массовые, да, бывают партии кадровые. Вот таким образом, да, значит, есть партии, которых, ну, кадровые о чем я говорю, что есть ряд функционеров, которые, собственно, занимаются, да, по, ну, такой организационной работой. А, собственно говоря, основная, основная задача – это провести очередные выборы. И, соответственно, от выбора до выборов партия, ну, что-то там делает, особо, так сказать, никакой особой деятельности не видит. Ну, перед выборами активизируется, начинается предвыборная кампания, агитация, выдвижение кандидатов, на, так сказать, поездки по стране, выступления и так далее. Вся шумиха для того, чтобы провести своих представителей парам. Управящей партии, все-таки, как бы, и в меж, если она хочет сохранить свои позиции, и в межвыборный период приходится какой-то работой заниматься, мало-морской, для того, чтобы окончательно, окончательно свои позиции не растеряли. Ну, и партия массовая, где каждый член партии может участвовать в жизни партии, выполняет решения так или иначе. Это характерно как раз для пролетарства партии. Хорошо. Ну, и какие же партии есть в современной России, исходя из того, что все... Ну, если еще одну мусификацию забыли, парламентские и непарламентские. То есть те, которые имеют влияние на государственную власть, это не те, которые совсем... Ну, можно, да, можно по этим признакам. Можно там зарегистрированные, незарегистрированные, легальные, нелегальные, пусть. Кстати сказать, что... Когда мы говорим о коммунистической партии, то знаете, что есть страны, где деятельность коммунистической партии запрещена, они находятся в подполье. Или сидят в тюрьмах коммунистов. Или вообще были просто истреблены физически. Например. Полностью. В США, что ли? Нет, в США. В Индонезии. В Индонезии? Да, в Индонезии. В Индонезии, да? В 2005 году. Так, мы вернемся к России. У нас пока не такое тяжелое положение. Какие партии есть в современной России? По классификации? Единая Россия, точка. И все равно. Ну, вы можете начать с классификации и перейти к названиям, допустим, партии. Буржуазные есть партии. Буржуазные точно. Я бы все-таки не отнес КПРФ полностью к буржуазной партии. Потому что, ну, во-первых, у нее есть, скажем так, да, такую вот часть, по крайней мере, программы соответствует интересам трудящихся. И второе, то, что, ну, и самое, наверное, главное, что они не представляют интересы крупной буржуазии. У них нет шансов на завоевание реальной политической власти. То есть они всегда будут в условной оппозиции, а на самом деле будут, так сказать, в нужный момент подставлять плечо крупной буржуазии, да. И, соответственно, оттягивать на себя протестные настроения. Насколько это возможно. Хотя отдельно, естественно, это не умаляет достоинства отдельных членов этой партии и даже, может быть, некоторых организаций, которые ведут, скажем так, порой полезную деятельность. Но, тем не менее, ни о каком завоевании политической власти для пролетариата, конечно, это не про КПРС. Речи идти не может. Так, буржуазные. Значит, ну вот основные буржуазные партии, которые представляют нашу буржуазию отечественную. Партии Аблан-Крестья, она иностранный капитал, вы не представляете? Да. Союз правой силы. А он вообще не поддерживает. Он не поддерживает. Ну, совершенно верно. Да, то есть... Союз правой силы по-честному говорил, что они как раз представляли интересы крупной буржуазии и народ минусный. Ну, я бы это... Ну, поэтому... Нет, вы всегда настолько четко и честно это озвучивали, что... Ну, молодцы. За это меньше одного процента. Где они теперь? Ну, вы хотели, а не чего, а если на выборы... Ну, надо понимать, что сама крупная буржуазия на выборы не ходит. Поэтому... Да даже если бы она ходила, то, в общем, процент этих людей в обществе... Пускай. Настолько небольшой, что количество голосов, да, тем более для партии, которая не является правящей, немного не наберешь. Соответственно. Так, замечательно. Значит, а что происходит с партией рабочего класса в России? Вот с чем мы начали сегодняшний разговор. Отсутствие энергичного бытия. Чем они есть, но они не были виноваты. Да, здесь вот мы должны обратиться к диалектике, да, партия рабочего класса есть. В каком смысле, да? В смысле становления. Для того, чтобы партия стала, стала, да, партией, что нужно для этого? Рабочий класс. Что, что есть в настоящее время? Есть организации коммунистические, да? Есть рабочая партия России, которая представляет, да? Которая ведет свой начал коммунистической инициативой. Кто хочет, может найти ролик, посвященный истории партии. Значит, соответственно, в интернете. Вот, кстати, привез из Нижнего Новгорода газету в 97-й год. Помню. Так. Да. Сейчас, где напечатанная программа? Программа партии. Вот. Проект программы коммунистической партии Советского Союза. 24-го июля 91-го года. Интересно. Значит, соответственно, то есть, партия не появилась, как чертик из табакенки, она вышла из КПСС и ведет свое начало от, так сказать, лучших сил, которые были в этой партии и боролись с антипартийной, антирабочей линией Горбачева. Есть и другие организации коммунистической направленности. Из ближайших, скажем так, можно упомянуть РКРП. В свое время это была одна партия с рабочей партией России. Есть и другие организации. Что мешает, вернее, почему мы не можем говорить о том, что они действительно являются партиями в полном смысле. Что нужно, чтобы организация стала партией? Масло воскликнуть. То есть, за партией должна нет. То, что, допустим, рабочая партия представляет интересы рабочего класса, причем последовательно их отстаивает все эти годы, я думаю, ни у кого сомнений нет. Если обычный, если не идет, значит... Да, то есть, вопрос в классе. То есть, для того, чтобы организация была партией, за ней должна идти, если не весь класс, то значительная часть класса. Должна идти значительная часть класса. Пока этого не происходит. Значит, соответственно, задачей Коммунистической партии является соединение научного социализма с рабочим движением. Научный социализм мы здесь с вами изучаем. Вопрос, что его нужно соединить с рабочими движениями. Рабочее движение пока не очень сильное, к сожалению. Поэтому, собственно говоря, партия и не происходит. Но есть ли потребность у рабочего класса своей партии? Объективная, конечно. Объективная есть. Значит, кто будет интересовать? Причем, сейчас мы видим, какие события происходят. Ну, все знают, да, и понятно, естественно. Момент назрел. И даже, можно сказать, перезрел. Потому что без своей партии рабочий класс не только не отстоит своего интереса, но и может не оставить свою страну. Собственно говоря. Поэтому это вопрос сейчас жизни и смерти для России, а, в общем-то, и, наверное, для всего человечества. Потому что, по сути дела, носителей коммунистической идеи в мире не так много. Конечно, есть коммунистический Китай. Но Китай находится в переходном периоде. Мы знаем, да, что там правит коммунистическая партия. Но в Китае нет советов. То есть нет той формы, которой пролетариат осуществляет свою диктатуру. Опыт советов есть только в России. Соответственно, и возрождение коммунизма, конечно, должно начаться с России. без партии рабочего класса надежды на это призрачны. Соответственно, но, когда мы говорим о том, что рабочая партия, вернее, партия рабочего класса в России находится в становлении, в становлении включает в себя какие моменты? Возникновение только в жизни. Совершенно верно. Два момента. Соответственно, если возникновение победит, будем говорить так, да, если можно так говорить, о моментах, то партия станет наличным бытием. Бытием. Но, может, и другой момент, правильно? Преобладать прихождением. Значит, соответственно, для того, чтобы этого не произошло, партия должна прирастать и численно, и прежде всего численно прирастать своими действиями. То есть, члены партии активно включаются в борьбу на производственных предприятиях. Вот таким образом. Есть какие-то другие претенденты сейчас на то, чтобы стать партией рабочего класса? Может быть и есть, но мы о них не знаем. Кто знает, может выступить. А вы РКРП? Значит, РКРП действительно, да, там есть, они близкие идеологически, но Рабочая партия России разошлась с ними организационно, потому что в Рабочей партии России принцип диктатуры пролетариата не только включен в программу, но и осуществляется на уровне устава и на уровне функционирования партии. Допустим, в Уставе Рабочей партии России говорится и это выполняется, то, что в составе руководящих органов партии должно быть большинство рабочих и решения партийные считаются принятыми, если за них проголосовало большинство рабочих. То есть на деле осуществляется диктатура пролетариата. В РКРП этого нет. К сожалению, есть расхождение и по некоторым другим вопросам. Значит, соответственно, есть над чем работать в этом направлении. Часть и члены партии не равны между самыми? Рабочие имеют больший вес? Да. Голос рабочих имеет больший вес в рабочей партии России. Совершенно верно. Так, перерыв. и мобилизация наших дальнейших которые произошли у нас. Люди проснулись очень хорошо и очень хорошо это обсуждают. и власть стали обсуждать понятия какие-то начиная. Обсуждать все что угодно можно. Чтобы не было такого, что пришли люди. В курилке обсуждается все что угодно. Когда речь заходит о том, что надо что-то делать, куда-то пойти, что-то подписать, совершенно другая ситуация. Когда начинают приходить люди, которые несут другую поездку, надо просто их удалять. То есть когда собирают собрание, должны быть ответственные, так скажем, дружинники. Вот он начинает говорить про славянство, все, на свидание. Не даже беседы, иди в зал собирай, и там. Вот, допустим, колледж организатор. Значит, надо организовать другую. Организация, безусловно, все что может помешать, естественно, удалять. Или вообще как бы на территории предприятия такие вещи собирать. Люди не умеют это делать, не понимают, безграмотность просто погромная. О чем не говорить? Мы пришли сюда, разговаривали конкретно об этом. Зачем сюда? На уровне ведения собрания можно просто слова не дать. Я могу сказать, что специально таких людей специально присылают. Я знаю, это Штрейкбрекер это другое. Это провокат. Агент провокатер. Давайте вам на больше сказал, вам прицепков говорит, у меня один коллективный договор на весь завод, так что через три дня ты мне дашь его обратно. Я его хорошо, постараюсь. Вот уже. у меня ходит вам его дали. Есть предприятие что он единственный на все предприятие и работает 4000 человек. Ну вполне возможно, что они отпечатали два экземпляра один в администрации и второй в отделе кадров. Я не допускаю. Мне очень сложно отовериться, что я и притом год прошел, он что-то про него даже как-то задал. Значит, он уверен, что никто ничего не потребует из этого коллективного договора. Но есть примеры, когда людям просто не дают знакомиться с коллективным договором. Я объяснял, что надо идти, если идешь, надо идти всей бригадой минимума, а лучше у меня бригадой. Просто сказать, да мы почитаем, посмотрим. Что, серокса нет у вас? Серокса нет на то же время? Нет, просто когда едешь, я просто посылаю. Понятно. Когда хотя бы ты бригадой с тобой как-то разбирали. Две бригады с тобой будут считаться. Ну, это, конечно, полезно ознакомиться, если вы хотите что-то получить из то, что там прописано, потому что там могут быть полезные вещи, сейчас Трудовой кодекс прописан, просто переписан дословно. Облизали. Замечательно. А что у нас мало случаев, когда Трудовой кодекс нарушается, например, те же самые нарушаются нормы выдачи из СИЗов, например, да, или там условия труда, температурные режимы, да мало для чего. Но одно дело это прописано в Трудовом кодексе, другое дело это занесено в коллективный договор. Если это занесено в коллективный договор, и работодатель нарушает его, это уже повод открыть коллективный трудовой спор, например, невыполнение условий коллектива. с профсоюзом, конечно. С профсоюзом, и с обязательной группой. Тоже интересны себя. Значит, трубки, да. они обеспечивают обеспечивают обеспечивать сиз. Но у них есть некоторые работники, которые дают техническое задание. Какие сизы нужны? Для сварщиков нужна сварочная маска, какие-то параметры. сварочная маска подходит от тысячи до 120 тысяч. Соответственно, они покупают не самые дешевые, но в дешевом низком ценовом сегменте. И в итоге эта маска улетает за два дня. И эти маски пачками отдаются 50 лет работ к ней в чем. А на складах нет? Ну, понятно, что да, но скажем так. Оставлено техническое задание, потому что когда я беседовал с этой девушкой, которая написала техническое задание, она мне так сказала, что я не знаю, какие параметры они будут. Это правильно, она не знает. Но вы-то знаете, допустим, да? Да почему никто не спрашивает маску? Конечно, я знаю. Конечно. Я маску себе сам покупаю. Понятно. Ну, он же к этому и подталкивается. А? К этому и подталкивается. Да не подталкиваю к этому, не в этом дело. я нашел до себя то, что нравится мне. Их огромные. да. Ну, что, что касается конкретных характеристик, то при заключении коллективного договора все это можно включить в виде приложения. Вплоть до там модель, наверное, нет, а вот эти вот технические характеристики точно можно включать туда. причем это в принципе не то, что вы требуете там повысить зарплату на 50%. Все затраты на средства защиты составляют где-то 1-3% вот всей, так сказать, ну, в производимой продукции всего-навсего. то есть там для вас это колоссально, да, даже если там он потратит не полпроцента на СИЗы, а 1%, то, соответственно, качество этих СИЗов будет значительно выше. Так, ну, коллективный договор это все хорошо, у нас будет еще занятие в этом курсе, соответственно, мы вернемся пока к политической борьбе. Так, мы остановились на, ну, будем считать, что уже забрали вопрос по отношению партии современной России и о том, что самое главное то, что на повестке дня это создание партии рабочего класса. Потому что без этого дальше мы никуда не двинемся, вернее, двинемся, но, скорее всего, двинемся к дальнейшему, дальнейшей деградации, а, возможно, и распаду России. Потому что Бурразия свои функции по поддержанию государства, к сожалению, пополнять не может и не хочет, похоже. Но они же пришли в тупик. Ну, естественно, они пришли в тупик. модель-то себя не изжила. Другое дело, что тот импульс, который капитализм получил в результате развала Советского Союза, он исчерпан. То есть, для того, чтобы еще, так сказать, немножко продлить свое существование, ему нужна новая кровь. Что может... капитализм дошел до пределов мира, пока межгалактической торговли у нас нету. Расширяться некуда на другие планеты. На Марсе это уже особенно, картошка растет только в фантастических фирмах пока. Что делает в этом случае капиталист? Ну, так сказать, совокупно. Что можно сделать? Уничтожение производства. Уничтожение, ну, это естественно, скажем так, это капиталистический цикл, он всегда проходит через уничтожение старых средств производства. Как получить новые рынки? Надо раздробить какой-то единый рынок общий. Вот как это? То есть, передел, конечно, для чего делается передел? Вот делится, берется большая сторона, делится на множество мелких. Получается много-много мелких рыночков, из которых можно, так сказать, опять чего-то тянуть. Вот один из способов. Собственно говоря, так и произошло. Откуда взялись средства на поддержание капиталистической системы? Возник после развала Советского союза и реставрации капитализма возникли новые рынки. Вот они 30 лет подпитывали. Сейчас этот ресурс расходов. Кто может остановить этот процесс? Буржуазия, которая, собственно, выросла за счет этого, она и возникла в результате деградации. Она не может это сделать и не будет делать. Поэтому, если рабочий класс не проснется и не скажет свое слово рабочее, не создаст свою партию, которая эти вопросы закроет, ничего хорошего нас не ждет, к сожалению. Перейдем к четвертому вопросу. Что такое политический спектр? Кто-то готов ответить на вопрос? Может быть, это вот про что Алексей говорил, левый центр, правый нет? Да. Список всех существующих партий, которые есть, и с учетом самых влиятельных, с учетом тех интересов, которые они представляют. Отважаем. Хорошо, вот у нас избираком публикуют, центр избираком публикуют перед выбором список партий. Вот глядя на этот список, можно понять, так сказать, они уже по спектру распределены политическому. Но это не по алфавиту. Они распределены по алфавиту, но это, если мы говорим о списке, то список формируется вот таким образом, да, в алфавитном порядке. Все-таки, когда мы говорим о политическом спектре, здесь партии распределяются в зависимости от чего. Партнеры в государственной власти, чей интерес интерес, какой класс они представляют? Наверное, по численности. там, скажем так, напрямую класс, класс там не фигурирует, да, то есть, все-таки, это распределение по идеологии, по идеологическим установкам, по отношению к определенным, скажем так, ключевым позициям. Ну, по отношению государственной власти, да, вы правы, это одно из, но не в том смысле, что является эта партия, там, правящей или оппозиционной, а в том смысле, допустим, кому должна принадлежать государственная власть. Но в этом смысле отличается, так сказать, выделяется, там, коммунистическая партия. по отношению к, какие еще вещи? У кого представляет? Рабочих, капиталистов таких-таких, крупных, мелких, вот спектр. Пенсионер. Потом, наверное, есть, ну, в Украине, в России, по религиозному, в Иране, вот там есть религиозная партия. В зависимости от религиозных, точнее. Но когда мы говорим о политическом спектре, все-таки, чаще всего имеется в виду вот эта ось правая и левая, да? К правым партиям мы какие относим? Фашистов. Ну, главные. Легавые. Да, если брать крайне правое, значит, фашистов. Что такое фашизм? Это террористическая диктатура, наиболее реакционная шевернистических кругов финансового капитала. Финансового капитала. Совершенно верно. То есть у нас на крайнем правом спектре это представители финансового капитала, да? Если мы будем двигаться постепенно к центру, то там, значит, какие, соответственно, образы там? Ну, фашистам примыкают либералы. Посредственно мы сейчас это видим прекрасно на примере внешней политики Соединенных Штатов. Значит, консервативные партии, на что они ориентированы? На анархии? На текущую у нас. Анархия это все-таки какие партии? Это партия или кто? Консервация. Да, совершенно верно. На сохранение существующего положения. То есть это партии, которые, скажем так, вообще бы хотели обойтись, наверное, без партии. Потому что беспартийность это лозунг анархистов. Но на самом деле анархисты, последовательные анархисты, они выступают против любого формы власти, поэтому по идее они не должны формировать партию. Какая партия? Партия это иерархическая структура, там есть подчинения, да. Ну, анархосиндикалисты, которые могут какую-то структуру сформировать. На сотенце всяких статей? Нет, это право. Это право. Это право. Значит, ну вот в нашем случае в России какую партию можно консервативно отнести? Едино-руссей. Это партия правящего класса группой, скажем так, буржуазии, которая находится власти конкретно. Их все устраивает, они не высказывают каких-то радикальных соображений в плане того, что надо удушить рабочий класс, урезать социальную работу и так далее. И наоборот, так сказать, тоже наступление особого на права крупных собственных тоже не наблюдается. Разом инициатива хотя бы чуть-чуть поднять налог для богатых, она как-то, да, а уж тем более вести прогрессивный налог, то, что КПРФ периодически предлагал, она, так сказать, не проходит почему-то, да, что уже делать сразу понятно в чьих интересах действует эта партия. Ну, это вот центр, будем говорить, да, слева, что у нас получается? Слева сторона. Коммунисты. Вот вопрос, какое место, да, занимает Коммунистическая партия? Вот в ответах слушателей, которые отправляли по системе СДО, было, скажем так, было несколько вариантов ответов, но вот один из вариантов это левое просто положение, действительно, те, кто отвечали правильно, говорили о том, что это крайне левое положение, а некоторые на левую, на крайнем левом, левую позицию ставили анархистов. Я, насквисты справа. Я, кстати, в этом вопросе не понял, речь о КПРФ или о партии вообще коммунистической в принципе, как бы в деле. Нет, значит, мы говорим о коммунистической партии как о партии рабочего класса, да, потому что название, то, что КПРФ носит название коммунистической, не говорит о том, что она коммунистическая. Это видно и с ее программы, с одной стороны, и с того, как она, скажем так, себя ведет на политической арене. Что там с анархистами это происходит? Они есть. Они справа должны быть. Они, по-моему, и крайне проложения. В 18-м году выступали с левой позиции, но они выступали не за предстепенность для государства, а за наряда. Это практически не было верно. Они могут либо осуществлять диктатуру пролетариата, либо буржуазии. Вряд ли они осуществляют диктатуру пролетариата, значит, они буржуазные. Если чуть правее, чем левая. Такая идея сразу взять и отменить государство. Поэтому она выражает интерес и реакционно. Палин писал, что анархисты выступают с позиции индивидуализма, который вражден марксид. Значит, они точно левые. В 90-е сложно его наблюдали отслабление государства. Ну, тем не менее, так сказать, нельзя их отнести к правому. Все-таки они слева находятся, в левой части спектра. Хотя, конечно, от марксизма они далеки. Да, они ни в коем случае не выступают на диктатуру пролетариата. Соответственно, тем самым они косвенно поддерживают диктатуру буржуазии. Совершенно верно. Один момент. С другой стороны, ну, да, они выступают за права и свободы. За мелкие банны. Маленькие, маленькие кому? Ну, маленькие, да, маленькие кому. Поэтому мы не будем относить значит, анархистов к крайне, к крайнему левому положению, которое на законных основаниях занимает коммунистическая партия. А по некоторым представлениям коммунистическая партия находится вообще вне политического аспекта. Почему? Как можно обосновать эту позицию? Не согласен участвовать в буржуазных выборах. Это первое. Второе. Надо поспорить то, что касается неучастия в буржуазных выборах, то здесь действительно это аргумент спорный. то есть участвовать в выборах в представительный орган могут, если допущено, если зарегистрирована коммунистическая партия. и могут естественно использовать парламент как трибуну для того, чтобы доносить свои идеи и участвовать в борьбе за насущные интересы трудящихся. это допустимо, это возможно. И если партия, но это не должно быть основным управлением деятельности партии, естественно, с одной стороны. С другой стороны, отказываться от этого тоже не. Тут принципиальный отказ неправильный. Другое дело участие в выборах в органы исполнительной власти. понятно, что исполнительная власть будет в любом случае, кто бы там не занял представитель какой бы партии не занял место главы исполнительной власти или каких-то других органов, он будет все равно осуществлять интересы буржуазии. Мы видим сейчас это на примере Латинской Америки. Левые политики в некоторых странах тоже Колумбии пришло в власти. Ну и что он проводит политику сейчас в интересах. Рабочих нет, не может этого делать. Он будет либо мертвый политик, либо будет проводить в жизни интересы крупный буржуазии. Поэтому конечно парламентский путь завоевания власти коммунистической партии и участие в выборах тем более участие в выборах в исполнительные органы в органы исполнительной власти невозможен. Невозможен. Но это один как бы то есть это не точный аргумент скажем так. А какой правильный аргумент? Что отрывает коммунистическую партию от всей этой системы других партий? Потому что они все противостоят. Нет, потому что коммунизм и уничтожение классов как таковы. сразу конечно этого сделать нельзя. анархисты тоже думают за уничтожение классов. Анархисты выступают за эти слова предрета. Да, совершенно верно. Речь идет о уничтожении классов и уничтожении института частной собственности. Соглашусь, что анархисты выступают за уничтожение классов, но то, как они предлагают это сделать, это не путь нереальный. То есть понятно, что классы не отомрут без диктатуры пролетариат. Соответственно это та же самая ситуация, как если бы мы хотели победы прогрессивных сил, но не выступали против реакционных. мы за все хорошее, но не против плохого. Вот примерно так это звучит. Соответственно, ну а всякие вот зеленые, например, экологические партии и так далее. Ну, подведение зоо защиты. Они в доме травки кушают, поэтому там ничего интересного. Мне кажется, они разряжают. Это уловка буржуазии. Ну, с одной стороны, да, с одной стороны, это уловка, тянуть на себя часть, так сказать, социально активных граждан, неравнодушно. С другой стороны, зачастую, просто борьба одних групп буржуазии против других, с помощью так называемых «зеленых законов». Хороший пример в Европе, да, борьба за зеленую энергетику закончилась тем, что угольные электростанции призваны экологически чистым. А при этом они все-таки решили построить в Швеции и АЭС. Ну, нет, ну и атомные, это да. Газ, нефть, это плохо, а уголь это хорошо. Такие партии можно широкополосными назвать, да, они на спектре как бы непонятных где находятся, болтаются все время там. Ну, я бы отнес их все-таки к партиям реакционного толка, потому что на самом деле они выполняют такую служебную функцию и на службе у крупного финансового капитала. Кому было выгодно отказ, кому выгоден отказ от газа и нефти в Европе, например. Соединенных Штатов, и в Европе. Конечно, финансовый капитал. Поэтому понятно, что зеленые не просто так эту повестку столько лет продвигали. Те, кто знают, хорошее, те, кто народ устал от ваших измов, давайте бороться за гринпиджи. Эти гринпиджи, они атакуют суда одних компаний. Это же продукт не трогают. Конечно, 100%. Совершенно верно. Поэтому это партия реакционного толка. Какие бы одежды они не рядились. Поэтому совершенно правильно, что мы начинаем рассмотрение классификации партии, их классовой природы, потому что всегда нужно выяснять интересы какого класса стоят за той или иной партией, за теми или иными организациями. Тогда их место в политическом спектре становится понятным. Тем самым мы разобрали и пятый вопрос, какое место занимает коммунистическая партия. Но все-таки я бы хотел еще дополнить. Коммунистическая партия призвана всю эту систему спектра по сути дела упразднить. По большому счету. Почему? Потому что когда рабочий класс приходит к власти, соответственно получает политическую власть, рабочий класс рабочим классом выкладывает коммунистическая партия его авангард, которых как мы знаем сколько может быть? Одна. Одна. Тоже по-разному отвечали на этот вопрос. Кто может сформулировать почему коммунистическая партия может быть одна только? И вообще хорошо это или плохо? Только одна партия может зафиксировать диктатуру. если будет две партии уже диктатура невозможна. Уже подраздно это шатание. Один центр должен быть. Но как тогда буржуазия осуществляет свою диктатуру при наличии двух и более партий? Не мешает ей проводить диктатуру? Или вы сомневаетесь что буржуазия проводит диктатуру? Нет. Аргументируют по-другому. О том, что у нас одна цель и нам длиться незачем. А если мы делимся значит цель у нас неправильная. Потому что внутри буржуазия могут быть группы с разными интересами. А интересы рабочего класса единые. короче. Да. Подделение одна. А внутри рабочего класса нет разных групп, которые скажем так интересы могут отличаться. Срочий класс разделен. Ну серьезно нет. Потому что цель компонистического партия это построение из класса в обществе. Срочий класс если мы определяем его как промышленный, заводский, городский и рабочий то так далее. А если как в принципе те кто не обладает средством производства тогда могут быть разными. Ну смотрите вот есть два завода допустим которые выпускают одинаковые продукты. Если один завод разорится на втором заводе будут больше продукцию цены поднимут рабочий может больше будет зарплату получать. Есть какие-то могут быть противоречиями. Или между группами рабочих. Мне кажется тут еще такой момент что эта варь она осуществляется в интересах большинства населения. То есть как бы рабочий класс он его интересы совпадают с интересами большинства трудящихся масс, но рабочий класс отличается тем, что он легче организуется. И можно так сказать, что эксплуатация человека на человеком в интересах на уничтожение только в интересах рабочих классов. Поэтому если будет исчезнуть эксплуатация человеком человеком то еще будет вас примерно объем. Здесь давайте разбираться последовательно. То, что касается я специально задал вопрос по поводу интересов. Мы различаем интересы. Какие интересы? есть коренные интересы. То, о чем вы говорите, коренной интерес рабочего класса это уничтожение системы эксплуатации. Уничтожение системы наемного труда. Осуществляется это через уничтожение института частной собственности, но не в том смысле, что сама собственность уничтожается, уничтожается средства производства, потому что они переходят в общественную собственность. Коренной интерес это рабочий состоит в том, чтобы перестать быть наемными рабочими, то есть рабочими, по сути дела. Потому что рабочие это класс какого общества? Капиталистического, по сути дела. Есть, если есть собственники средств производства, капиталисты, есть рабочие. когда собственность становится общественной, пролетариат рабочий завоевывает политическую власть, они в политэкономическом смысле перестают быть рабочими, наемными. В этом коренной интерес. Это не значит, что их положение сразу улучшается мгновенно, естественно. Но они получают в свои руки мощный инструмент, государство, свое государство, рабочий класс, с помощью которого можно уже устранить классовые различия, отпечатки капитализма в социализме, вплоть до полного уничтожения классов, которое понимается как устранение разницы между людьми умственного физического труда, между городом и деревней, мужчиной и женщиной. Не в том плане, что все будут одного пола, в том плане, что их положение в обществе, в отношении свободного времени, в отношении положения производства не будет отличаться. И есть интересы насущные, то есть ближайшие интересы. Есть коренные интересы, есть интересы ближайшие. Ближайшие интересы могут отличаться и входить в противоречие. Например, даже в рамках одной бригады. Вот бригады. Мы приходим в начале и говорят, ребята, надо выйти в субботу поработать. Плата будет двойная, как положено. Допустим, все соглашаются, а один кто-то не соглашается. Как к нему будут относиться товарищи? Да ты вот такой сякой ты не хочешь нам. Ты наш враг, вообще не против. А на самом деле он-то выступает в интересах коллектива, на самом деле один человек выступает, потому что не поддерживает эту систему. Он понимает, что сегодня выйдите вам заплатить двойного, завтра уже могут и не заплатить. И в итоге вот эта система сверхурочных она приводит даже в среднесрочной перспективе к снижению уровня заработной платы. Но тем не менее насущные интересы могут входить в противоречие. Это касается допустим других моментов принципиальных с теми же самыми СИЗами, с техниками запасов. Но коренной интерес остается все равно один и тот же. Поэтому партия, которая выражает коренной интерес рабочего класса, она одна. Другое дело, что внутри самой партии естественно будет идти внутри партийная борьба за то, как лучше выразить кто, так сказать, какие представители этой партии лучше будут выражать и защищать интересы рабочего класса. Это неизбежно, потому что взгляды у людей разные, естественно, все постигается, все доказывается практикой. Без этого никуда не денешься. Ну и мы знаем, собственно говоря, исторически так и было. В Российской Федерации в Советском Союзе партия была одна, но внутри партийная борьба шла. она вплоть до развала СССР и запретана деятельность руководящих органов. КПСС. Вот таким образом можно ответить на этот вопрос. Понятно, что да, цель, но цель тоже одна, но основная причина того, что коммунистическая партия одна, лежит именно в единстве коренных интересов рабочего класса. Ну и здесь отчасти мы уже начали отвечать на следующий вопрос, это какова главная программная цель коммунистической партии? Вообще для чего создается коммунистическая партия? В связи с научной социализмом, рабочее движение? Ну это задача партии, задача коммунистической партии соединение научного социализма с рабочим движением. А цель какая? Зачем вносим научный социализм в рабочее движение? Без классовое общество. Которые интересы, которые выражаются в эксплуатации. Без классовое общество? Прекрасно. Каким образом лежит путь через что проходит через какие этапы проходит путь к бесклассовому обществу? Как это осуществляется? Завоевание политической власти пролетариатной? Да, совершенно верно. То есть первый этап это завоевание пролетариатной политической власти. В отличие от предшествующих смены формации, как происходила смена формации в рамках существования террористических классов. Сначала что? Сначала экономическая власть по сути. Да, сначала формировался класс внутри, в недрах, так сказать. Ну, даже если говорить о рабовладельческой условно говоря, революции. То есть сначала формировался класс, который завоевывал совершенно верно экономическое господство и потом завоевывал господство политическое. Так было при переходе к феодализму, так произошло соответственно при переходе от феодализма к капитализму. Может рабочий класс завоевать экономическое могущество при капитализме? Есть у него такой шанс? Нет, конечно. Собственно, рабочий нет. Совершенно верно. Поэтому отличие в том, что сначала он должен завоевать политическую власть. Для этого ему нужна своя политическая партия, соответственно, авангард класс. Что происходит после завоевания пролетариатом политической власти? Он устанавливает диктатуру диктатуру диктатуру? Да. Александр Сергеевич вам на прошлой лекции подчеркнул этот момент. Останавливает революционную диктатуру пролетариата. Совершенно верно. Для чего нужна революционная диктатура пролетариата? Чтобы уничтожить классы, чтобы социализм перевести. На время отсутствия законов. Пролетариат завоевал политическую власть. Средства производства находятся у кого? У собственников. Завоевание политической власти еще не означает то, что у нас наступил социализм. Необходимо обобществовать средства производства. Будет рада буржуазия тому, что ее средства производства будут обобществовать. Революционная диктатура пролетариата нужна, чтобы подавить сопротивление буржуазии. Оно будет неизбежно. Из истории мы знаем, что даже если политическая власть завоевана относительно бескровно, то никто просто так власть не отдает никогда. Начинается борьба. Необходимо подавлять сопротивление буржуазии. Ну, хорошо, сопротивление буржуазии подавлено. Она, так сказать, в политическом плане она свое притязание оставила. По крайней мере, в открытую не противостоит вооруженным образом, не противостоит классу, рабочему классу. Что нужно сделать дальше? Обобществовать средства производства. мы об этом сказали. Надо, чтобы еще экономика повышали. Совершенно верно. Потому что необходимо не просто так обобществить, необходимо, чтобы экономика перешла на социалистический путь. Для этого что необходимо? Необходимо планирование, необходимо связь между производством и так далее. То есть это не простая и не быстрая задача. Мы видим на примере Китая, что они социализм не построили. У них есть крупные собственники, у них есть государственная собственность, на которую функционирует в рамках госплана и есть программа для других предприятий, которые находятся пока в частной собственности. И они пока не стремятся забрать полностью средства производства у собственников. Об этом уже писал и Владимир Ильич в свое время, что мы так взяли слишком много. Надо замедлить темпы экспроприации и переварить то, что мы уже успели отнять в буржуазии для того, чтобы это заработало на пользу народу. Ну, хорошо. Это вот как называется этот период? Переходный период от капитализма к социализму. Он завершается, когда полностью обобществлены средства производства. Ну, и собственно говоря, период революционной диктатуры пролетариата тоже на этом заканчивается. Начинается период диктатуры пролетариата, которая продолжается вплоть до полного уничтожения класса. Что происходит дальше? Средства производства полностью обобществлены. Соответственно, антимонистических классов нет. Есть эксплуатация человека? Человек нет. Да. Вроде как уже цель достигнута. Куда двигаться дальше? повышать благосостояние. Светлое коммунистическое будущее. Сустронят различие между городом и деревней. Сустронят революционного эффективного труда. А каким образом это осуществляется? Можно вести это директивно как-то? повышение производительности силы? Повышение производительности как следствие это уменьшение длительности рабочего дня. Да. Для освобождения свободного. Совершенно верно. Совершенно верно. Все что вы говорите совершенно правильно. То есть условием перехода к полному коммунизму является значительное повышение производительности труда. это условие окончательной победы коммунизма. Без этого никакое движение будет невозможно. Но собственно говоря если говорить о сокращении рабочего дня то оно может начаться уже сейчас. Потому что рабочий день официально сохраняется 8 часов. так же как он был в начале прошлого века после победы Великой Октябрьской Центрической Революции. Но тем не менее за это время производительность труда выросла значительно десятки раз. Соответственно рабочий день может быть уже сокращен. первое за счет производительности труда второе за счет чего может быть сокращен рабочий день и будет сокращаться. автоматизация или это туда или это тоже производительность У нас автоматизация должна относиться к повышению производительности значит зачем она нужна. автоматизация может не увеличить не увеличить производительность человека самого. А что ну хорошо вот капиталист тоже действует таким же образом он автоматизирует производство и людей увольняет да то есть людей выкидывается из производительной сферы за счет этого разрастается непомерно сфера непроизводительного непроизводительная сфера слои которые ничего не производят ну занимаются услугами там в лучшем случае или вообще растет армия безработных совершенно правильно сказать вот и утилизировать их в ближайшем военном конфликте тоже капиталисты таким образом делают но коммунисты это делать не будут а собственно что можно сделать для того чтобы и сократить рабочий день и не сокращать сферу производства смену вводить дополнительно ну уменьшить не 8 часов работают а 6 4 2 1 ну хорошо 4 часа работают получается что рабочие будут работать 4 часа и участвовать да и допустим не знаю ну в офисе клерк тоже будет работать 4 часа кто из них будет больше доволен своей жизнью и кто выиграет опять больше сокращения клерк конечно естественно тот кто не занимается собственно производительным трудом поэтому важный аспект наряду с сокращением рабочего времени должно вводиться обязательное участие всеобщее участие в производительном труде и здесь применяется закон переменной сочетания труда то есть люди трудятся и в производительной сфере и вне производителя соотношение может быть разное здесь разные варианты один из таких вот очень скажем удачных если можно так выразиться один из вариантов вот этого или примеров переменной сочетания труда это сочетание учебы в УЗИ с производительным трудом то есть допустим студенты да 6 там 5 дней они учатся 6 день они работают на производстве ну за счет этого может удлиниться немножко время обучения на самом деле это не так страшно но тем не менее какие тогда из них работники будут в смысле ну если они 5 дней учатся и 6 работают ну это один из как бы вариантов какие будут работники во первых это зависит от того какие вы используете средства производства да но сейчас производительный труд например оператор станков с ЧПУ он составляет программу но он рабочий рабочий он ввел программу дальше станок печал распечатка приходит уже готовая он ее уводит ну может так а если он еще учится в техническом вузе он может сам еще и написать что-то и период обучения вы знаете допустим выучить квалифицированного токаря это порядка несколько лет обучения плюс еще практика работа непосредственно производства то есть он где-то лет 10 на самом деле должен 3 года ПТУ он выйдет с таким разрядом сколько но вообще вот говорят что где-то всего суммарно лет 10 должно а операторы станков с ЧПУ по-моему учат по-моему 5 или 6 месяцев всего ну сейчас я не говорю о том что есть там 3D принтеры там в общем то что производитель нажал новость напечатал то есть разные варианты возможны самое главное что люди не будут уклоняться от участия в производительном твердеи раз второе будет возможность сократить время работы для тех кто работает преимущественно в производственной сфере потому что именно им достается меньше всего свободного времени общества собственно говоря они являются передовыми классами от них зависит развитие всего общества в целом вот таким образом значит и следующий момент высвободившееся время не должно быть потрачено впустую соответственно должно быть потрачено на обучение на занятие спортом занятие искусством и так далее и в конечном итоге мы должны прийти к такому состоянию общества когда положение человека в обществе будет определяться не его рабочим временем а его свободным временем то есть то чем он занят в свое свободное время а не то чем он занимается время рабочим и это и будет означать собственно говоря уничтожение классов потому что классы мы возвращаемся к определению это различаются по месту в системе общественного производства а если ведущей характеристикой главной характеристикой человека будет положение не в системе общественного производства а то чем он занимается в свободное время вот это и будет означать полное уничтожение классов так мы завершили разбор вопросов немножко я может быть увлекся если ну у нас есть еще 8 минут может быть у кого-то есть вопросы у меня есть по поводу первого этапа да если собственно как завоевание политической власти у нас мы в выборах не участвуем по крайней мере в выборах исполнительной власти как завоевывать политическую власть выборы минус что остается остается создание советов советы это органы революционной диктатуры пролетариата которые формируются по производственному признаку формируются они принципу не признаку формируются они на территориях но от делегатов которые избраны от коллективов предприятий причем не от абы каких коллективов а от тех которые борются за свои интересы то есть предприятия которые создали забасткомы выдвигают своих представителей в совет создаются советы на территориях которые начинают уже так сказать участвовать в общественной жизни широко возникает ситуация возникает ситуация двоевластия которая будет так сказать при поддержке советов созданных в других организациях будет разрешена в той власти власти не должно быть она должна быть настолько слабая чтобы она это позволила а так это выглядит собираемся вместе и кричим мы здесь власти если вы контролируете производство вы контролируете экономику если вы контролируете экономику значит вы контролируете ситуацию в стране период между февральской и октябрьской революции как раз так и получилось чтобы было двоевластия были советы было временное правительство и вот так эта ситуация могла длиться очень долго если не произошла большевизация советов вернее скажем так если бы большевики не завоевали большинство в советах да именно таким образом только через советы другого способа завоевать политическую власть у рабочего класса нет да может быть я прослушал конечно насколько я слушал мы не охотнили до конца определение партии мы сказали что это группа единомышленников а дальше не завершили да значит группа единомышленников представителей определенного класса или слой этого класса который борется за завоевание удержание осуществления политической власти государственной власти государственной власти завоевание в интересах определенного класса завоевание удержание и осуществление государственной власти группа представителей класса а как же интеллигенция которая присутствует в партии ну присутствовать может в партию могут входить начиная с Владимир Ильича нет дело в том что скажем так в партию могут входить не только представители класса но основную массу основную часть должны составлять собственно представители класса иначе это не будет диктатура класса и более того они должны иметь в партии право решающего голоса иначе это не будет диктатурой определенного класса кстати сказать в буржуазе в буржуазных партиях то же самое кто-то не входит в буржуазные партии и певцы и спортсмены и музыканты рабочих туда не пускают совершенно верно да но тем не менее так сказать они работают лицом а решение это принимают выгодят рабочего если он захочет вступить нет времени в рабочий работает надо ну попробуйте вступить в Единую Россию я не знаю может быть выгодите в Кустах важный вопрос еще одно руководитель в Европе отступить в Буржуазные единые решения в лучшем в Европе да решение какие проявления двоевласти в Буржуазные вот допустим у нас созданы советы рабочих значит вот экономическую ситуацию они контролируют но а сами за что делать как это вопрос обошли ну то есть собственно вот эта вторая власть пришлет армия я думаю армия пойдет против большинства народа ну такие случаи мы знаем обратные случаи из истории советы создавались советы были созданы не только на предприятиях но и в армии но это была исключительная ситуация за счет первой мировой войны почему это появилось сейчас кстати похожая ситуация складывается она либо туда либо туда значит вы знаете что революционная ситуация имеет несколько признаков когда верхи не могут управлять по старому низы не могут жить по старому до крайней степени обостряется бедствия угнетаемых классов это объективный фактор кризис капитализма будет только нарастать поэтому ожидать что будет улучшение положения рабочего класса в общем-то не приходится поэтому война уже идет это не война по вашим что такое война по определению это вооруженная борьба классов наций или государств поэтому как бы ни называлось по определению то что идет это война это раз и второе то что необходимо для революционной ситуации чтобы она разрешилась в пользу прогрессивного класса необходим субъективный фактор что такое субъективный фактор в революции совершенно без субъективного фактора все это закончится просто в реакции так сказать падением в бездну ваше важно кто будет управлять этой революцией тот будет не против получать не управлять революцией нет революцией не управляют революция это волна которая так сказать которую кто-то может вынести а может она просто схлынуть да и все заряд может исчезнуть это такое дело совершенно верно так благодарю за внимание надеюсь что занятие было полезно спасибо спасибо до встречи